МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это моя семья! Привет-привет! Привет всем, кто на каждый праздник дарит мужу носки или пену для бритья. Но на годовщину свадьбы ждет как минимум кольцо с бриллиантом. В эфире Эт моя семья. Шоу, которое доказывает, белорусские семьи самое дружное. Давайте знакомиться с нашими сегодняшними участниками. Встречайте, семья Ходочинских, город Марина Горка. Папа Павел, мама Надежда и сыновья Дмитрий и Иван. Ух ты! Шикарно так. Привет, друзья! Как настроение? Отличное. Заряжены на победу. Обязательно. Тем более, я думаю, что победа в вашем случае – это привычное состояние. Я знаю, вы занимаетесь и спортом. Огромное количество наград. Причем спорт, ну, в некотором смысле уникальный. Рассказывайте, папа, чем занимается? Так, папа занимается на данный момент геревым спортом. И сам выступаю, и мои ученики выступают. И единоборство. Какие? Тайский бокс, ушу, рукопашный бой. И на все хватает времени? Да. И на семью в том числе? Обязательно. На все и дома. Это уникальный случай, хорошо. А чем занимается мама? Я увлекаюсь тоже спортом, физкультурным, можно сказать, в тренажерном зале. Вы тоже тренер или для удовольствия, для себя? Я для себя, да. Хорошо. Ребят, чем вы занимаетесь? Я вижу после тренировки сразу, да, немножко такой диван, расслабиться. Чем занимаешься? Тоже спорт какой-то? Я занимаюсь футболом, ну, так, ну, ай-ти тоже иногда. Ну, это как, мимоходом, да? Между футболом и школой немножечко ай-ти. Хорошо, а чем брат занимается? Я занимаюсь геревым спортом. То есть мы сегодня можем что-то очень тяжелое вынести на сцену и дать три минуты, чтобы вы это перенесли. Мы обязательно подумаем, что же нам сегодня нужно переместить в студии. Но, друзья, вы сегодня будете не одни. У нас есть ваши соседи. Давайте мы с ними и познакомимся. Встречайте, семья Буйняковых, город Солигорск. Папа Игорь, мама Светлана и сыновья Никита и Ренат. Буйняковый! Буйняковый! Привет, друзья! Как настроение? Хорошо. Отлично, спасибо. Как доехали? Хорошо. Сколько времени заняла дорога? Часа полтора. Часа полтора. Это 150 километров за полтора часа. То есть, в принципе, не нарушали скоростной режим. 120-130. 120-130. При разрешенных на Солигорской трассе 90. Ну, ладно. Штрафы придут в адрес программы. Это моя семья. А сейчас рассказывайте о своей семье. Чем занимаетесь? Какие увлечения? Если я правильно услышал за кулисами, у вас свой контактный зоопарк? У нас экоферма своя, можно сказать. Мошади, верблюды, страусы, кони, пони. То есть, вы сейчас верблюд, страусы, кони, пони, как бы рассказываете. Ну, они же у каждого дома живут, правильно? У каждого же есть свой верблюд дома. Ребят, сколько лет вы уже этим делом занимаетесь? Я имею в виду разведение животных, страусы, верблюда. Это же обычное дело для Беларуси, тем более. Шесть лет. Шесть лет. А кому первым пришла в голову идея вообще создать контактный зоопарк? Ну, это долгая история. Мне? Наверное, идея больше Игоря. В этот момент, где супруг находился, это дома или шел снегопад, град, вдруг, как тому самому ученому, что-то бум? Ну, это постепенно. Купили лошадь сначала, потом пони, потом... Ну, это же обычное дело. Шел и купил лошадь. Шел за хлебом, купил коня. Вы занимаетесь... Почти таки. Почти таки было хорошо. Понял машину только. А, машину, но лучше коня возьму, конечно. Лошадь заправлять не надо. Корми и все. Да. Ну, идея пришла папе. А мама тоже помогает супругу или есть свое какое-то занятие? Естественно, мы все делаем вместе, конечно. Все вместе и сыновья тоже помогают? Абсолютно так, да. А кроме вот агроусадьбы, чем еще занимаетесь? Спорт, может быть, какой-то? У нас нету, в принципе, на время. Убежать от тигра, например. Нет такого? Мы производим небольшую свою продукцию. Сами кушаем, кому-то повезет. Можем подать. Экологически натуральные молочные продукты. Прекрасно. Вот так вот в один ряд можно поставить слова. Верблюд, страусы, своя продукция кушаем. Ринат, а твои увлечения какие? Понятно, что маме с папой помогаешь. Может быть, с Никитой, с братом иногда выходишь просто воздухом подышать, такой расслабиться. Но есть ли какие-то увлечения у тебя? Ну, у меня очень давно была мечта готовить. Ты поваром хочешь стать или уже стал? Ну, отчасти уже встал. Молодец. Отчасти это почему? Ну, потому что... Кухню свою купил или построил ресторан? Да, полевую кухню. Полевую кухню? Да, военную. А что она из себя представляет? Это какой-то стол, это какая-то плита. Расскажи, что это вообще? Две такие большие кастрюли, там варится еда. На костре или это специально? На костре. В полевых условиях? Да. То есть очень вкусно, очень полезно. А кормишь кого? Только семью, только родителей? Нет, всех. Всех? Да. А мы можем к вам в гости приехать? Конечно. После программы? Да. Все вот этой компании договорились, да? Что у нас сегодня будет на ужин? Уха и пунт. Уха и пунт. Отличный выбор, мне нравится. Пусть там пока твои помощники уже все подготавливают. Давайте вернемся к нашей игре. Сегодня у нас прекрасные участники, две замечательные семьи, с которыми можно разговаривать огромное количество минут, секунд, часов и даже дней. Но все-таки, друзья, вернемся к нашей игре. Впереди у нас пять раундов, в каждом из которых можно заработать 10 баллов. По итогу игры та команда, которая набирает большее количество очков, получает звание «Самая дружная семья». Как видите, все просто, но очень интересно. И у меня только один вопрос остался. Вы готовы? Готовы. А где эта уверенность? Вы готовы, друзья? Да. Отлично. Я объявляю начало первого раунда. Поехали. Давай, бедюньку. И если сказать, дорогая, там в коробочке с гвоздями найди такую длинную металлическую остренькую штучку со спиралькой по всей длине, супруга легко найдет саморез. Вот именно умение объяснять что-то сложное простыми словами необходимо в семейной жизни и в нашем конкурсе с полуслова. Я приглашаю пап Павел Игорь на исходную к нашей взрывной чаши. И я сказал именно, взрывная чаша не для красного словца. Она действительно взорвется в какой-то момент. И я надеюсь, что в этот момент она будет находиться у соседей, потому что если вдруг вы объясняете слово, и тут ваши баллы сгорают. Задача заработать как можно больше баллов, объяснив те слова, которые вы видите на карточках. Я точно знаю, что там тема кухня. А вот когда взорвется чаша, я не знаю. Поэтому я ухожу на безопасное расстояние. Мужчины, вы готовы? Начинаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, ребята. Жидкое. Мама готовит вкуснее всего. Амлет. Жидкое. Что мама готовит вкуснее всего. Что ты любишь больше всего. Со сметаной. Борщ. Ей с борщ толкаем. Быстрее, быстрее, быстрее. Она же может взорваться в любой момент. Пальцы за мгану убираем. Да так. С чего мы кушаем? Ложка, тарелка, вилка. Все правильно. Тарелка только продукт, который с дырками находится. Какая-то фирменная тарелка. Продукт с дырками мы покупаем. С дырками? Да. Мама уже думает, пусть чаша взорвется. Сыр, сыр. В амлет добавляем. Сверху сыпали. Сыр. Сырная тарелка. Папа сам ответил. Ну, слушай. Долго думали. Ну, как видите, все не так просто. Папа у нас не рассказывает, только намекает, что это может быть. Пока счет 1-0. Папа, страшно стоять рядом с чашей, которая может взорваться в любой момент? Это красиво было. Но оно не взрывается, наоборот. А, то есть хотелось бы еще помощнее. Давайте посмотрим, как на наш взрыв отреагируют мамы. Я приглашаю Надежду и Светлану. Папа, спасибо. Вы можете отправляться на свои диванчики. Но теперь пришло время проверить, как легко мамы могут объяснить то, что есть на кухне в каждой семье. Вы готовы начинать? Да. Ну что, тогда продолжаем. Поехали. Из нее готовят блины. Блины. Ну-ка. Да. Есть. Быстрее, быстрее, быстрее. Обычно наливают молоко и пьют из него. Не в банку, а красивое такое. Правильно. Отлично. Быстрее, быстрее, быстрее. А к себе, к себе чашечку потолките. Да. Ты вкусно готовишь. Блины? Нет. А сама вкусная со сметаной. Жидкая в тарелке. Красная. Борщ. Борщ. Так, хорошо. В ней готовят, запекают. Товарда? Нет, внутри. В газу она находится. Внутри. И проволновка. Я сам запутался. Правильно. Скидываем. Хорошо. Но молодцы сами себе подкидывают карточки, чтобы опять это все объяснять. Круглое блюдо, типа пирога. Ну, нож только круглый. Да, для чего? Ну, для пирога, для пиццы. Есть. Мамы молодцы. Уже интересно, какая команда сейчас потеряет. Ой-ой-ой. Но это было шедеврально, это было прекрасно, это было фонтанически красиво. Я вас поздравляю. Давайте так, мамы и папы сейчас у нас карточки забрасывали в чашу. А когда выходят парни, вы можете выбрасывать их наружу. Все-таки родителям мы делали посложнее, как вы просили. Хорошо? Нормально. Никита, ты готов? Конечно. Серьезно? Абсолютно. Мамы, вам огромное спасибо. Вы можете возвращаться на свои диваны. Ну что, родители попробовали свои силы. Давайте посмотрим, как с этим заданием справятся младшие члены семей. Я приглашаю Диму и Никиту. Ребят, быстрее к чаше. Она ждет, а мы ждем, у кого же она взорвет. Вот прям в руках и потеряете баллы. Вот такие мы добрые. Ну что, Ритмят, вытягиваем. Какая следующая карточка? Какое слово объясняем своей команде? Подогревают еду где? Микроволновка. Духовка? Лита? Вы все правильно сказали, только более научно двумя словами. Микроволновая печь? Да. Отлично, карточку выбрасываем. Давай чашу. Что мы делаем? Сук в яблоке. Компот варим. Нет. Еще варианты. Наталкивай, наталкивай на мысль. Машинка и яблоко. А, сок давим. Соковыжималка. Да. Нет, карточку выбрасываем. Находим, 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 находим. Вон есть еще одна карточка. Яичная еда. Как рыба. Яичница. Омлет. Омлет, отлично. Мне кажется, у детей намного лучше получает, чем у родителей. Папы волновались больше всего. Объясняем дальше. Было. А чем нарезаем? Пицца. Ой. Круглая. Блин, как раз. Ну что. Так это было? Пицца, а чем нарезаем? Ну, нож для пиццы. Нож для пиццы. Карточку выбрасываем. А все, карточек больше нет. А там еще есть? А, сейчас мы его узнаем. Выбрасывай. Я же сам не в кузине. Ой. В какой-то момент. Ребят, я так же, как и вы, не знаю, сколько карточек там осталось. Что на них написано с вашими родителями, с вашими командами. Я пробую угадать так же. Итак, Дима и Никит, вы молодцы. Можете возвращаться к своим командам. У нас осталось еще по одному участнику. И финальная двойка игроков. Иван и Ренат. Ребят, быстрее, быстрее. Выбегаем, выбегаем, выбегаем. Вытягиваем карточку. И без однокоренных слов объясняем своей команде, что увидел, где это дома на кухне. Напоминаю. Поехали. Так, это получается то, что очень быстро перемешивают. Там, допустим, блендер. Отлично. Карточку выбрасываем. Остаешься, остаешься, не уходи. Я думал, выиграл. Мясное такое длинное. Колбаса? Нет. Мясное длинное и не колбаса, я тоже не знаю. Еще что-нибудь? Ну, в упаковке еще такое. Сосиска? Да, да. Отлично. Выбрасываем карточку. Мне кажется, парни сейчас и заработают очки. Такой, в печке делают... Чугун? Нет, 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 это едимый супом. Я люблю очень... Пошанка? Нет. Сухарики? Только не сушеная, не сушеная. Из чего делаются сухарики? Сухарики, из чего делаются? Хлеб. Хлеб. Отлично. Там кипит вода. Кастрюля? Чайник. Чайник, да. Чайник убираем. Там все предметы стоят. Там... Ну... Ка... Холодильник. Холодильник. Отлично. Все предметы в холодильнике. Не только еда. Давай, давай. Ну, такое вонючее, еще когда режешь, глаза слезятся. Лук? Да. Хорошо. А мне нравится, как они объясняют. Получается, там, макароны разные, мясо, картошка. Гуляш. Что? Нет. Обед. Еще, еще, еще. Накидывай, накидывай. Дурни. Что? Нет, это еда такая. Очень... Арпус. С мясом. Картошка с мясом. Все, блин, так вкусно. А что это было? Лазанья. Лазанья. Это лазанья была. Ребят, можете возвращаться к своим командам. Активней парням поддержку. Они молодцы. Вот мне понравилось, как они все объясняли. Друзья, умение понимать друг друга с полуслова приносит вашим командам первые баллы. Семья Ходачинских 5 баллов, семья Буйняковых 1 балл. А, кстати, я забыл вначале перед этим конкурсом сказать, что та команда, которая побеждает в этом конкурсе, она и убирает нашу студию. А время вам понадобится. Вернемся через несколько минут. Привет всем, кто хоть раз приносил домой бездомного котенка. И отдельный привет тем, кто на протяжении долгих лет потом за ним ухаживает. В эфире «Это моя семья», шоу, которое доказывает, что белорусские семьи самые дружные. И сегодня это подтверждают наши участники семьи Ходачинских и Буйняковых. В первом раунде они уже доказали, что могут понимать друг друга с полуслова. Посмотрим, чем еще могут удивить. Я объявляю начало второго раунда. И сейчас я открою секрет всем семьям страны, почему мама иногда днем ложится спать. Не потому, что она устала, а потому, что она дает второй шанс детям, которые обещали помыть посуду, но почему-то этого не сделали. И сейчас у младших членов семьи будет возможность исправиться. Но есть еще интересная идея. Не просто навести порядок на кухне, а что-нибудь вкусненькое для мамы приготовить. Но вот незадача, ключи-то затерялись где-то в этом кухонном порядке. Нужно найти ключи, сходить в магазин и купить вкусняшку для мамы. На все про все три минуты. И на это самое тихое испытание я приглашаю Никиту. Ну, сколько баллов заработает семья Буйняковых, узнаем через три минуты полная тишина. Никита уже на кухне. Никита, это история. Тебе знакома, когда ты не помыл посуду и нужно задобрить маму? Да. Да? Да. Сколько раз в твоей жизни это происходило? Мама пошла Никита. Четыре раза. То есть каждый раз Никита записывает, что мама сказала, а я этого не сделал. Вот сейчас, возможно, это произойдет в пятый юбилейный раз. А, возможно, у тебя получится найти ключи и вкусняшку маме приготовить. Попробуем? Да. Все, мама засыпает. Никита просыпается, идет на кухню и ищет ключи. Поехали. У Никиты уже есть 10 баллов. Но за каждый громкий звук или даже любой мелкий шум я буду забирать один балл. Снимай куртку. Молодец. Филигранно. Продолжаем в том же духе. Где могут быть ключи? Это было жестко, я сам проснулся. Минус балл. Я думал, он жонглировать начнет. Он умеет. А папа тоже спит. Ага, хорошо. Где же ключи? Еще минут. Найдет ли ключи Никита? А время-то все меньше. Еще один прекрасный звук. И еще добавляет Никита. Она упадет. Сам себе Никита создает проблем. Нет. Понял. Да пусть уже лежит вилла. Ну ладно, прибирайся. А то четыре раза человек забывал, что надо убрать посуду. И первый раз в этой посуде нужно найти ключи. Еще минус. Папам. Никита, я напомню, нужно найти ключи и заработать хоть сколько баллов для своей команды. Хотя мне кажется, ему нравится шуметь на кухне. Еще минус балл. Мама, ты спит. Вот тут еще кастрюли ты не проверял. Да-да-да. Да? Ну давай проверять кастрюлю. Так, еще минус. Так. То есть решил проверить то, что уже проверил. Два балла у тебя осталось. Да-да-да. Зато время есть. Время есть, отлично. Время есть, можно поесть. Мне кажется, Никита ищет, что поесть, а не ключи. Кружка. Что осталось с вечера? Папам. Да ладно. Еще один штрафной заработал, а потом ключи нашел. Никита, я тебя поздравляю. Ты заработал. И это невероятно, но факт один балл. Я тебя поздравляю. Мама. Но мама не проснулась. Мама. Мама. Никита, а можно нескромный вопрос? Можно. Только у тебя были четыре случая, когда не убрал посуду на кухне? Папа всегда по первой команде сразу. Сейчас, 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 быстренько уберу. Нет? Было такое? А, папа ж спит. Скажи про папу. Папа убирает на кухне? Конечно. Конечно. Легкая искорка с улыбкой в глазах Никиты говорит о том, что вашей семье принято убирать на кухне детям. Да? Это прекрасно. У тебя все получилось. Ключи есть. Один балл заработали, а значит, за вкусняшками можно отправляться. Но пока можешь вернуться на диванчик. Мама проснулась. Бусечку ей. Саутро. И с утра пораньше мы решили заглянуть в семье Ходочинских. Пришли на кухню. И тут тоже такой кухонный порядок. Но я вижу, уже к нам направляется Дима, чтобы найти ключи и сходить в магазин, ну, чего-нибудь к утреннему чаю купить. Получится ли это сделать максимально тихо, мы узнаем через несколько секунд. И сейчас мы с вами на кухне семьи Ходочинских. Как видите, много домашних утварей, кухонных приборов. Но у меня есть один вопрос к хозяйке. Надежда. Вот вы занимаетесь пулевой стрельбой, правильно? А у супруга рукопашный бой. Как вы решаете, кто будет наводить порядок? Я буду наводить. Я как женщина, я буду наводить. То есть вы уже давно решили этот вопрос и больше к нему не возвращаетесь. А дети помогают по хозяйству? Конечно. То есть вы говорите, постоянно убираю на кухне, но иногда по праздникам мои мальчики к 8 марта, да, ко дню рождения они обязательно наводят порядок на кухне. Вот сейчас мы и проверим, как это обычно происходит. Но вы сколько времени отводите детям? Час, два, день на уборку? Ну, 20 дней. То есть хотя бы за один день, чтобы могли навести порядок в квартире или хотя бы на кухне, да? А у нас для этого есть всего три минуты. Заветные ключи где-то там. Вот пусть Дима сейчас и попробует их найти. Дима, я тебя приглашаю на кухню в полной тишине. Вся семья отдыхает. 10 баллов пока есть у вашей команды, но за каждый шум буду забирать по одному. Три, два, один, ищем. Минус. Смотри, сразу в карман. Пригодится в домашнем хозяйстве. Я думал, из сковородки в карман. Минус. Так. А вот тут уже аккуратненько. То есть пришел за ложками. Есть. Есть вот тот самый звучок. Аккуратней, Дима, аккуратней. Не, нормально. Да пошумим уж давай. Ну, давай. Что у нас? Так хорошо, молодец. Дима, я тебя поздравляю. Мало того, что за полторы минуты ты смог найти заветные ключи, так ты еще и пять баллов заработал. Теперь спокойно можно отправляться в магазин. Вот такое у нас интересное правило. А пока можешь вернуться к семье. Но, ребят, знаете, Никита, Дима, пока вы здесь наводили порядок на кухне, на улице пошел дождь, и в магазин лучше не идти. Мы обо всем позаботились. Мы заказали доставку, и у ваших мам что-нибудь вкусненькое обязательно будет на завтрак. Всем нашим участникам мы дарим сладкие подарки. Наборы конфет, за которые благодарим кондитерскую фабрику Комунарка. Угощайтесь, друзья, а я пока подведу итоги двух раундов. Итак, счет в нашей игре 2-10 в пользу команды Хадачинских. Но все может измениться, причем очень скоро, ведь мамы выспались и готовы удивлять. Я объявляю начало третьего раунда. Папа, вернувшийся с корпоратива ближе к утру, легко и без подсказок может понять, что очень соскучился по тёще, поэтому в ближайшие две недели каждый день будет ездить к ней на дачу и помогать в огороде. А как насчет седьмого чувства умам? Давайте проверять. У меня за спиной 10 ящиков, в которых мы разместили 10 всех известных предметов. Но мамам нужно определить, что находится в ящике на ощупь, без подсказок команды. За каждый правильный ответ 1 балл. На все про все 3 минуты. Я приглашаю Надежду. Семья Хадачинских пробует заработать 10 баллов. Давайте мы поговорим о мужских предметах. Вы можете навскидку назвать три самых часто встречающихся предмета в сумке вашего мужа. Портмоне. Так, портмоне. Раз, потом. Очки. Два. Все. А третий? Может быть перфоратор? Паспорт. А в чем, кстати, отличие перфоратора от дрели, знаете? Перфоратор, наверное, очень громче звучит. Как? Вы можете изобразить. Как звучит перфоратор? Папа может подсказать. Как звучит перфоратор? А дрель? Вот, хорошо. Теперь мы знаем, что в вашей семье больше по инструментам папа. Но все-таки сейчас вы можете нащупать и портмоне, и очки, и ту самую дрель. Давайте попробуем. Пожалуйста, на исходную, на стартовую точку. Посмотрим, сколько предметов на ощупь Надежда сможет назвать. Я просто даю совет. Если вдруг что-то тяжело определить, что находится в ящике, давайте его пропустим, чтобы не тратить время в пустую. Обязательно к нему потом можно вернуться. Три, два, один, поехали! Надежда, что в первом ящике? Не знаю, что это такое. Семья не подсказывает. Здорово. Мы к этому ящику вернемся. Ой, это сверло. Сверло, хорошо. Ой, у вас дома, мне кажется, много такого. Нож какой-то в чехол. Да, да, да. Меч, нож, а вот это что? Ой, это мед, наверное, нет. Мед, что именно? Ну, накладывают. Ну, ложечка для меда, палочка для меда, все верно. Аккуратней. Ой. Экзотарант. Да. Следующий. А, вернемся к первому. Это тоже ваш, да. Проверяйте. Рулетка, сантиметр, что-то. А вот точнее, что это? Да, 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 вот так вот. Телеком полностью, щупайте. Что это такое? На что похоже? Ну, что у вас в руках? Ну, это, блин, сантиметр, рулетка. Рулетка, а что еще? Доброе утро, как вот. Хочу услышать это слово. Мы же все знаем, как рулетка выглядит, а это? Ну, ладно, может, перейдем на следующий. Что? Разматывает. Разматывает, ну. Мне главное, чтобы папа не размотал меня за то, что я не подсказываю вам. Что это? Давайте пойдем дальше. Проверим все. Аккуратненько тут. А что это такое? А что это такое? Я хочу вас спросить. Пружина. Пружина нет. Ну, в целом, это вообще на что похоже? Не знаю. Она шевелится, представляете? Зубная щетка. Да, зубная щетка. Переходим к следующему ящику. Кассета. Вы удивляетесь? Давно уже не держали в руках аудиокассету. Это она и есть. Веревка. Да. Остались несколько ящиков у нас неразгаданные. Попробуем с этим. Здесь. Ну что, что вы нащупали? Что вот это вот тоненькое? А, вот это, ну, это нитка. Да, а соединить те слова, которые говорили. Нитка. Ну, рядом посмотрим, что у нас. Рядом. Мне кажется, время сейчас. Все, увы, время вышло. Это измерительная нить называется. Не рулетка. Я поздравляю. Это был хороший, хороший результат. Надежда, вы можете возвращаться к своей семье. Я поздравляю, 7 баллов заработали. Ну, значит, 3 предмета, увы, не смогли назвать. Ну, а самое интересное, как сейчас за всем происходящим наблюдала Светлана, мама семьи Буйняковых. Сколько предметов вы бы угадали? Кассету. Только кассету. Мне кажется, продолжение этого конкурса будет очень интересным, потому что мы меняем предметы, а Светлана будет их угадывать. И все-таки, если Светлана сейчас сказала, что узнала бы только кассету на ощупь, у вас же агроусадьба. У вас огромное количество интересных зверей обитает. Вы помогаете мужу, муж помогает вам. Вот какие мужские предметы, на вскидку, можете назвать? Пять предметов, которые нужны в хозяйстве. Молоток, гвоздь, пила, топор. И муж. И он. В хозяйстве без мужа никак. Но сейчас без мужа на ощупь, только с помощью своих рук, точнее одной руки, нужно определить, что спрятано в каждом ящике. На это есть три минуты. Если вдруг какой-то предмет сложно определить, можно к нему вернуться, если время останется. Три, два, один. Поехали. АПЛОДИСМЕНТЫ Насос. Хорошо. Отличная скорость. Ринат, не переживай, все нормально. Каску угадали. Без подсказок, без подсказок от команды. Пилка, которую в школу тебе надо было. Она может вернуться. Что это? Щетка. Отлично. Отвертка крестовая. Прям вот так даже? Свинка, копилка. Конечно. Ай. Видеокассета? Угу. А говори, кассета. Папина, кстати. Похоже на массажер, но нет. Нет, пока. Вернемся. А скобы, пистолет скобы выстреливать, как он? Ну, как, 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 как? Есть маленький такой канцелярский, а есть нормальный. Ну, хорошо, вернемся. Ух ты. Ух ты. Фотоаппарат. Что? Фотоаппарат? То есть у вас вызвал удивление фотоаппарата кассету видео вспомнили. Хорошо. Что это? Ой, пистолет, скобы. Ну, как он называется? С? Степлер. Вот. Аккуратно, аккуратно. Ай-яй-яй. Он живой. Какая прелесть. Не урони, брат. Что-то такое приятное. Выглядит, как массажер. Я с укуси. Папа потом купит такой массажер. Это какая-то фигурка, динозавр. Да-да-да-да-да, динозавр, отлично. У нас еще третий ящик. Семья не подсказывает ничего. Так, Светлана, не торопимся, 20 секунд осталось. Можно подумать. Ну, забыла, я как-то... Семья молчит, семья не подсказывает. Что это? Она в школу постоянно носит. В школу постоянно? В школу с этим ребенком? Зачем? Что он делает? Нет, нет. Ну, как это? Ваших родных постоянно вот у мужчин какой-нибудь бзик заскакивает, нет? Лобзик. Да! Молодец! И время вышло. Пять! Молодец! Светлана, выходить. Я поздравляю. Спасибо. Это было прекрасно. Вот сразу видно, что в хозяйстве абсолютно даже не важно, кто дома, в любом случае забор починить и дров наколоть может и супруг, и супруга. Дети помогают? Конечно. Да, вот последняя помощь, которая... Ну, кроме кухни, которую мы сегодня уже видели, что они сделают в глобальном смысле? Ренат приготовил что-то, да? Забор подбить. Забор подбить. Причем во время готовки одной рукой пилю, второй суп варю. Прекрасно. Я вас поздравляю. 10 баллов. Можете возвращаться к команде. Итак. По итогам трех раундов. Счет в нашей игре. 12-17. Семья Ходочинских чуть-чуть впереди. Но, мамы, вы сделали, в принципе, все, что зависело от вас. Но на этом испытание не заканчивается. Сейчас вы сможете расслабиться. Потому что для вас, папы, подготовили незабываемое танцевальное шоу. Это точно мой папа. Мой папа. Согласно статистике, шанс встретить снежного человека на своей даче намного выше, чем увидеть папу, который танцует по собственному желанию. Но в нашей программе возможно все. И сейчас ваша семья увидит уникальное природное явление. Папу, который танцует в полную силу, причем в необычном образе. У нас пять персонажей. Все они перед вами на сцене. Вначале каждый из них танцует, а потом мы пытаемся найти папу. Папу, если удается это сделать с первой попытки, ваша команда зарабатывает 10 баллов. Если со второй, зарабатывайте 8 и приобретайте еще одного работягу в семью. Все очень просто. Думайте, что нужно. Свободные лишние руки или все-таки баллы. Начнем? Начнем. Номер один. Болчонок. Танцуем. Танцуем. О-о-о. Ну, Игорь, молодец, да? Немного, да. Было похоже на танцы папы? Нет. Нет? А как он танцует? Как-то, но не так. А что? Ну, это медленный танец или быстро, или он просто ложится на диван и все, и это танец. Смотри, какая. Танец на диванчик. Хорошо. Посмотрим, как с этим танцевальным заданием справится наш бегемот. Номер два. Колите папе транквилизатор. Так танец называется, да? А у вас, когда зверюшки ваши немножечко сходят с ума, что вы делаете? Успокаиваю. Как успокаиваете? Еду. Музыку включаем, они тоже танцуют. А, едой, музыкой, то есть без каких-то мукольчиков? Нет, что вы. Неких таблеточек? Нет, вкусняшки. Вкусняшками. Хорошо, бегемотика сейчас захотелось покормить? Нет, он спокойный. А, это еще спокойный? Да. То есть вот так вот все серьезно? Хорошо, посмотрим, насколько спокойен у нас номер три наш динозаврик. Танцуем. Похож на папу. Это человек. А у папы есть костюм динозавра дома? Нет. Нет? Нет. После сегодняшней программы вы просто обязаны купить костюм динозавра. А может быть как раз таки папа в этом костюме домой и поедет. По-моему, хороший вариант, да? Я знаю. Ну что, посмотрим, как танцует панда номер четыре. Ну, панда, давай. Нет, ну мне кажется, уколы надо, да? Вот уже вкусняшками не отделаешься. Хорошо. Так, мне уже интересно, что мы увидим сейчас. Номер пять. Танцующий слон. Поехали. Поехали. Мне кажется, слон вообще хочет просто обниматься со всеми зверюшками, да? Да, со всеми. Ну, давайте рассуждать. Где Игорь? Игорь? Да. Дракоша. Кто? Терекон. Дракоша. Терекс. Номер? Три. Номер три. Отлично. Итак, наш динозаврик. Выходим. Игорь, пойдем со мной. Пойдем, пойдем, пойдем. Аккуратно. Тут мостик. Ребят, кто мне поможет распаковать папу? Ренат, иди сюда. Так. Игорь, не волнуйся. Сейчас все произойдет. Рождение динозаврика. Растегивай. Ароматная дрова. Волнуется семья. Ииии. Правильно. Слушай, ну изменился немножечко, да? Но это, к нашему счастью, к вашему небольшому огорчению, это был не папа. Но я говорил, что вы можете забрать зверюшку, с собой в хозяйстве пригодится. Давайте дальше рассуждать. Где может быть папа? Папа панда. Ну, кто? Панда. Почему? Не знаю. Я сначала на него подумала, на панду. Но танцы меня сбили. Танцы дракоши были очень похожи на танцы Игоря. А почему вот волк вообще, видите, уже такой, в смысле вы меня не угадали? И отвернулся. Папа немножечко расстроился. Такая грустинка у волка. Прям плачет, да? Что мы киваем? Прям плачет. Вот смотри, он даже кивает. Ну ладно, подсказывать нельзя, волк наш. Но, тем не менее. А, да, мы же Игоря ищем. Ну, наверное, тогда панда. Что скажешь? Ну, тоже так думаю. Никита? Я сразу подумал, что это гиппопотам. Гиппопотам. Бегемотус необыкновениус, да? Итак. А мне тоже кажется бегемот. Да, мне кажется панда. Панда, да. Никита. Панда или бегемот? Бегемот или панда? Никита. Бегемот. Нет, сначала панда. Хорошо, что я не сказал папа кто, и ты не сказал бегемот. Итак, решите сами. Бегемот. Давай сначала панду. Хорошо, давай панду. Все. Сначала панду, а потом уже с третьей попытки найдем папу в костюме бегемота. Итак, панда, да? Да. Номер 4. Да. Вы уже вспоминаете список дел, что нужно сделать, да? Где применить этих персонажей. Ну, давайте проверим панду. Пойдем с пандой. Ай, блин, так динозавр-то называл, как папа, а? Нежная женская ручка. Подожди, 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 пандюшечка, подожди. Ренат, поможешь? Давай, Ренат. Ой, что сейчас будет, а? Заходи, пожалуйста. Папа. У вас есть какой-нибудь этот? Так, успокоили панду. Нет, пожалейте его. Не бойся, подходи за... Да, тут есть у нас волшебная молния. Сейчас вы увидите нашего хореографа. Барбанная дробь. И... Браво! Не раньше угадать. Браво! Игорь, каково ощущать тебя пандой? Как дурачок. Нет, нормально. Вот так вот, зато честно. Игорь, я поздравляю. Семья вас нашла. Пусть даже со второй попытки. Ренат, ты можешь возвращаться на диван. Игорь сейчас у нас отправляется в комнату в перевоплощении. Может быть, там примерят еще костюмчик динозавра. После программы обязательно себе такой купите. Ему понравилось. Но вы зарабатываете сколько? 8 баллов. Абсолютно верно. 8 баллов в этом конкурсе. И это прекрасный результат. Как видите, все не так просто. И впереди нас ждут 5 замечательных танцевальных номеров. Один из которых исполнит Павел. Потому что я вижу, папы тоже в семье Кодачинских на диване нет. А значит, наше танцевальное шоу продолжается. Ну а сейчас наблюдать за танцевальными экзерсисами будем с семьей Кодачинских. Павел вообще танцами увлекается? Нет. Нет? Нет. То есть сейчас это будет первый раз и в его жизни, и в вашей. А как вы думаете, умеет вообще танцевать энергично? Или все-таки что-то медненькое? Может, это умеет. Что-то умеет. А что? Точно пока не знаем. Давайте посмотрим. Начнем с первого номера. Это наш слоненок. Наш заслуженный артист. Пожалуйста, танец. Тут видно, что умеет танцевать. А вы не хотите присоединиться, нет? Это сложное движение, да? Хорошо. Посмотрим, как у нас умеет танцевать волк. Танцуем. Никакого спарринга. Только танцы. Павел, может что-то подобное? Может. Ну, это, кстати, и в рукопашке, мне кажется, несколько движений. Я это вслух сказал, да? Хорошо. Номер три. Папу вообще как называть дома? Ему как-то уменьшительно-ласкательно. Пашечка. 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 То есть, бегемотик-то мой, такого еще не было, да? Нет, нет. Возможно, после сегодняшней нашей программы будет такое слово в вашей семье. Итак, бегемот номер три. Танцуем. Папка молодец, да? Балетная пачка и бантик творят чудеса. Хорошо. Панда. Как-то очень напряжен. Прямо на ринге панда стоит, да? Павел, можно расслабиться. Мы хотим просто танец панды увидеть. И все. Музыка. Обратите внимание на ноги, да? Да. Вот. Хорошо получается. Да. Ну, это профессионально. Это именно что-то связанное с единоборствами, да? Да. И одиноко у нас стоит динозаврик. Будем смотреть? Да. Будем. Ну, интересно же, как папа в костюме динозавра танцует, да? Номер пять, пожалуйста. А вот это блоки как раз. Видите? Это точно из ушу. Вот это из ушу. Это я знаю. Да. Вот теперь вопрос. Сколько баллов семья заработает? С какой попытки угадает, где папа? Можете посовещаться. Можете сказать сразу. Номер пять, номер четыре. Номер один. Номер один? Да. Почему? Ну, не знаю. Чем вам не угодил слон? Танец похож. Танец похож. То есть папа, который не танцует, танец похожий. Нет, не танец. А что, что, если не танец? Кулаки выбрасывать. Вы остальных видели? Видела. Там панда вообще, там в какую-то короночку пошел. Фаталити мы могли увидеть, если бы не остановили. А чем вас не устраивал стиль ушу нашего динозаврика? Я все устраивала, но почему-то слон. То есть вы считаете, что это слоняра? Вы хотите забрать нашего артиста? Единственный человек, который вообще умеет у нас танцевать. Это хореограф-постановщик, а вы хотите нас и без него оставить. Все-таки ты тоже думаешь, что слон? Да? Дим, у тебя есть какой-то вариант? Я думаю, это первый вариант. Ты тоже за слона? Точно. Я пытался спасти вашу команду, хотел, чтобы вы 10 баллов все-таки заработали. Но вы решили, видимо, всех зверешек у нас сейчас по очереди приглашать, потом дойти до пятого номера, чтобы в конце концов увидеть папу. Итак, номер? Один. Первый. Хорошо. Вы сами напросились. Я вам всячески подсказывал. Номер один. Григорий Павлович, пойдемте. Да, я заслуженный. Вот про вас. Ну, вы же сами просили так представлять. Да. Кстати, Григорий Павловичу 83 года, представляете? Сейчас вы сможете взять у него автограф после того, как распакуем. Ребят, помогите мне, пожалуйста, кто-нибудь. Подойдите, вот у нас тут есть. Потом наш тренер будет показывать тебе новое танцевальное па. Итак. Па-па-па-пам, па-пам. Что значит, я стесняюсь, я не буду выходить. Все-таки какие-то определенные движения. Спасибо, можешь возвращаться к команде. Папа сейчас вернется. Все-таки какие-то определенные танцевальные движения. Но семья смогла уловить. А на самом деле, Павел танцует или нет? Павел. Да? Да. А какие танцы больше нравятся? Современные или народные? Современные. Современные танцы. Ну, мне кажется, человек, который увлекается единоборствами и танцами, творит чудеса на танцполе, да? Да. Мне кажется, папа задумался сейчас, потому что с мамой вместе они никогда на танцполе не оставались. Ну, ладно. Дома состоится дискотечный разговор. А в этом конкурсе ваша команда зарабатывает сколько? Десять. Абсолютно верно. Десять баллов. Павел, вы можете отправляться в нашу комнату перевоплощения. Очень скоро мы продолжим. Я не буду сейчас подводить общие итоги после, кстати, четырех раундов. Я напомню, что именно в этом конкурсе команды заработали 10 и 8 баллов. А впереди у нас самый непредсказуемый раунд, потому что за победой в прямом смысле придется нырнуть с головой. Что из этого получится? Узнаем через несколько минут. Это моя семья. Это моя семья. Привет всем, кто хоть раз пытался объяснить родителям, что такое мем, краш и хайп. И отдельный привет тем, кто до сих пор пользуется телефоном-автоматом, пейджером и пишет бумажные письма. В эфире это моя семья. Шоу, которое доказывает белорусские семьи самое дружное. Мы сегодня проверили, насколько с полуслова наши участники умеют понимать друг друга. Мы убедились в том, что папу они узнают в любом образе. И самое главное, в самых сложных обстоятельствах они сохранят сон мамы. Ну а в следующем испытании им предстоит показать командный дух и креативность. Я объявляю начало финального раунда. И в самом начале нашей программы, когда участники только появились в студии, я услышал, как папы сказали, вот такой бассейн надо нам прикупить. Они имели в виду наш шикарный бассейн, который все время находится в студии и ждет финального раунда. Когда в него будут запрыгивать наши участники, находить буквы и составлять из них слово, которое целиком и полностью характеризует их семью. И на это финальное испытание я приглашаю семью Ходочинских. Ребят, я надеюсь, вы готовы, заряжены на победу. Отвечать за буквы будет Иван. Ну а вся команда будет составлять слово. Какое? А мы будем импровизировать. А вот какие слова, например, ну хотя бы два слова, которые описывают вашу семью? Спорт, любовь. Спорт и любовь. Посмотрим, какое из этих слов, а может быть, какое-то другое удастся составить в команде. И на этот конкурс я вам даю всего три минуты. Ваня, ты готов? Да. Три, два, один, заныривай. Давай, Ванька. Ну, посмотрим, любовь или спорт. Какое слово появится на нашем пьедестале. Молодец. Давай, давай, Ванька. Буква К. Пока не в слове ни любовь, ни спорт, буква К я не нахожу. Но, возможно, чего-то нам еще не сказали, и это слово мы увидим ровно через три минуты. Хотя уже не через три, чуть меньше времени осталось. Команда, я советую поторопиться. Буквки можно выставлять на пьедестале, чтобы было проще ориентироваться, какое слово составить. А ну, ты поклоняй, что мне хочу. Да, вы можете поставить буквы. Павел, вы можете расставлять буквы, вам будет проще ориентироваться. Буква В, буква А. Там есть еще буковка К. И какая-то еще. Еще одна буква А. А что? А что? Ребят, можно поставить буквы и сразу видеть, какие есть, из чего можно составлять слово. Осталось полторы минуты. Букву Р, найди букву Р. Букву Р требует папа, говорит, давай, я знаю, какое слово. Но пока буква Х. Минута. Осталась одна минута. Давай, 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 минута. Х. Буква Ш. Буква Ш. Ш. Папа уже минуты говорит, букву Р, букву Р. Р, на тебе Ш. Вот это буква О. Блин, все как-то идет в симпатии. Ребят, 35 секунд осталось. А я говорил, все не так просто. А то любовь, спорт. Посмотрим, что это за слово ИВХ. КПО ЕДШМ. Ваня, у тебя 15 секунд осталось. Ты. Три секунды. Стоп, все. Время вышло. Ваня, молодец. Переведи дыхание. Пусть семья сейчас, вся твоя команда составляет слово. А какое? Да, вы можете сейчас составить. Прямо тут составляйте, лишние буквы выбирайте. Что же мы увидим в итоге? Ходьба. Да, вы можете составить. А если знак есть? Вот, вот, вот. А, все, так давай. Ходьба. Ходьба, прогулки, правильно. Мне кажется, команда уже придумала слово, которое нужно составить. Которое они легко объяснят. Ходьба. Которое целиком и полностью характеризует их семью. А, слово ходьба. Вот тот самый спорт. Итак, семья Ходочинских собрала слово ходьба. Да, спорт, правильно? Абсолютно верно. Ну, а теперь самое главное, чтобы заработать 6 баллов, нужно объяснить, почему именно ходьба. А не, например, бег. Я понимаю, там меньше букв. Или плавание. Или еще что-нибудь. Ходьба. Кто будет рассказывать? Мама. Мама? Мы любим очень много ходить на свежем воздухе, гулять, наслаждаться природой, дышать свежим воздухом. Ну, вот говорят, что для оптимального сохранения фигур достаточно 8-10 тысяч шагов в день. Ваш результат каждодневный какой? Не считала. Никакие часы, умные гаджеты, ничего. Ну, на вскидку, 1030. У тебя телефон есть? Нет, Максим. Ваня говорит, я вообще 50 легко пробегаю и прохожу. Да? Хорошо, друзья, я принимаю слово ходьба, 6 букв. И в финальном конкурсе семья Ходочинских зарабатывает 6 баллов. Но после активной ходьбы надо отдохнуть. Я вас приглашаю на диванчик. Лишние буквы можете отдавать мне, они уже не нужны. Но я знаю, кому они сейчас точно пригодятся. Вашим соседям. Через 3 минуты мы узнаем, какое слово составит семья Буйняковы. И прежде чем на финальное испытание отправится семья Буйняковы, Буйняковы. Мне бы хотелось узнать, а кто в вашей команде отвечает за креативность? Ну, давайте я отвечу. Креативный ответ. А у кого самые молодые ноги, кто бегает быстрее остальных? Понятно. Будет за скорость отвечать Ренат. Всю вашу команду я приглашаю. На финальное испытание Ренат будет запрыгивать в бассейн, собирать буквы и приносить на сцену. На все про все 3 минуты составляет слово, которое целиком и полностью характеризует вашу семью. Какое слово пробуете составить? Будем тоже импровизировать. Это одно слово. Будем тоже импровизировать. Ну, посмотрим, как оно пишется без хэштега. 3, 2, 1. Заныривай! С головой скрылся, волной накрыл ее, волной шариков. Ой, как красиво, эффектно, прям как русалло выскочил. Давай, давай дальше. Запрыгивай в бассейн. Хватай, хватай букву. А Ренат какие-то определенные ищет, да? Игорь, а он какую-то букву определенную ищет, да? Нет. Нет? То есть вы не давали установки собирать такие-то? Установку мы хотим. Давай, давай, давай. Вы можете ставить, так будет проще. Да, время не забываем. Я же говорил, в начале было 3 минуты, уже, конечно, намного меньше. АПЛОДИСМЕНТЫ Худш! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Буква Е! АПЛОДИСМЕНТЫ Худш! Худш! АПЛОДИСМЕНТЫ Возможно, это название какого-то интересного места рядом с Солигорском, да? Худш! Худш! Будет! АПЛОДИСМЕНТЫ Которая скоро появится, да? Худш! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Папа вспоминает все слова, которые когда-либо видел в газетах, журналах, книгах. 20 секунд, кстати, Ренат, осталось. Шевелись! Давай, Синоп. Это буква Я. Давай, 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 давай. 5 секунд, Ренат, еще одну букву. Это как мне? Надо же не задать, они знали. Стоп, время вышло. Все, Ренат, молодец, нашел буквы, я думаю, этого достаточно, чтобы составить слово, можешь отдышаться. А я говорил, что просто не будет. А можешь сейчас подсказать, кстати, команде своей, может быть, какие-то варианты есть? Ты же не просто так буквы приносил. Фаих. Мне кажется, если я прочитаю все буквы в том порядке, как стоят, у нас начнется зима. Пойдет снег, ураган, в общем, какое-то заклинание сейчас, я вижу. Буква одна, что за буква, покажи. Светлячок есть? Светлячок. Что-то составьте. Да что-нибудь ставлю, что же стоять. Ой, как хорошо. Ой, как получилось. Лишние буквы можем выбирать, если это слово окончательный вариант. Итак, семья Буйняковых составила слово Светик. Очень интересно, почему же именно это слово мы видим сейчас на нашем экране. Кто вообще придумал? Папа, кто такая Светик? Вот стоит Светик. Чувствуете, сколько любви? Вот этот Светик стоит. Вот она, Светланочка, да? А папа всегда так маму называет? Да. Иногда, да. Иногда, да. Нет, часто. А как обычно? По имени и отчеству? Наверное, Светики называют, да. Светик. А мама в ответ как к мужу обращается? Игореша. Игореша. Светик и Игореша. Игорь. Игорь. И назвали в честь Олимпийских игр, да? Я думаю, мы можем смело засчитывать в вашей команде 6 баллов благодаря символу команды Светику. Есть в финальном испытании финальные 6 очков. Мне кажется, пришло время отдохнуть. Все-таки это был финальный раунд, поэтому можете расслабиться. Возвращайтесь на диванчик. АПЛОДИСМЕНТЫ Самый волнительный этап нашей игры позади. А это значит, через мгновение узнаем, кто станет сегодня победителем шоу «Это моя семья». Я уверен, что в Мариной горке и в Солигорске сегодня непривычно тихо, потому что самые шумные семьи приехали сегодня к нам на шоу «Это моя семья». Для того, чтобы решить, кому же достанется звание самой дружной семьи. И как в любой игре, все решает счет. А он у нас 26-33 в пользу команды Хатачинских. Их есть! Держите, это ваш официальный документ, который подтверждает это звание. Но и это еще не все. Я хочу вручить нашим победителям сертификат на выходные мечты. За счет программы «Это моя семья» вы можете также весело и незабываемо провести выходные, вспоминая сегодняшнюю игру. Ну а если вдруг вы не знаете, а кого бы такого же веселого с собой прихватить, я вам подскажу. У вас есть прекрасные соседи. Друзья, сертификат на выходные мечты за наш счет также достается вам, чтобы всей командой вы могли расслабиться, отдохнуть и просто хорошо провести время. С вами, друзья, встретимся ровно через неделю в программе «Это моя семья». Пока-пока-пока! Идите сюда! Кто три часа собирается в гости? Это моя семья! Кто может насквозь забить в стену гвозди? Это моя семья! Кто обещал делать мне все уроки? Это моя семья! У кого пирожков округлили щеки? Это моя семья! Держи, скупай, не оброшу тебя! Мы будем вместе вместе! Это моя семья!